Конкурс 20-летней истории ученик года уже перестал бы для участников волнительным соревнованием. Это целое движение. Молодежь приезжает обменяться опытом. Ребята борются больше не за победу, а за новые знакомства. Статус конкурсантов с годами меняется. От группы поддержки до экспертов. И даже в составе жюри победителей конкурса минувших лет. Поэтому самое главное, что они отсюда увезут, это море впечатлений, положительных эмоций. И огромная любовь в сердце от всего полученного, удовольствия и драйв от всего происходящего, что будет здесь происходить в эти дни. Но сначала необходимо правильно подать себя. Это и есть первое испытание – самопрезентация. У конкурсантов всего три минуты, чтобы раскрыть свой потенциал совету жюри. И вот здесь начинается настоящее творчество. Музыка, игры, театр и наука. Выступать первым всегда волнительно. Но Марк Кузнецов справился. В такт его авторской композиции аплодировал и подпевал весь зал. Уже после выступления Марк признался – было бы вдохновение, а строчки для написания песни придут сами по себе. Песни написал за полчаса. Я пришел на студию, потому что со сроками опаздывал. И за 20 минут написал текст, и минут 10-15 ушло на запись именно голоса. Дальше уже сводить – это уже отдельная история. А сам клип мы сняли. У нас он одним дублем идет. И сняли, получается, со второго раза. А вот увлечение поповой Яны – полная противоположность. Девушка – будущий писатель-фантаст. Кроме того, любительница видеоигр. Наперекор общему мнению, что это пустая трата времени, именно благодаря им Яна учит иностранные языки, заводит знакомства по всему миру. А всего-то нужен старый бабушкин компьютер и любовь к общению, отметила девушка. Если честно, то мое увлекательство фэнтези началось с книг. В детстве мне читали много сказок, и получилось так, что именно другие миры вызывали больше всего интереса. А геймером я стала именно из-за фэнтези. Бывает, ты мечтаешь очутиться в другом мире, и вот эта частичка тебя остается в игре. Одно испытание позади, и осталось еще четыре. В этом году, помимо уже традиционных, вроде краеведения и решения кейсов, добавилась ролевая игра. Это своего рода проверка на наличие лидерских качеств и навыков коммуникации. Итоги конкурса подведут 12 декабря. Александра Никитина, Сергей Кудаков, Управда ТВ.